Добрый день, в эфире программа Paradox, я ведущий Степан Немура. Сегодня мы поговорим о выборах мэра Москвы, вернее, не о самих выборах, а о том, что творится вокруг этих выборов. Потому что эти выборы мне напоминают старый случай, который произошел в Организации Объединенных Наций, по-моему, в 2007 или 2008 году. На открытии очередного сезона в этом театре выступал президент США, тогда еще Буш. После выступления сразу выступал у Гучаевского, он поднялся на сцену, извините, на сцену, к трибуне. Он сказал следующее, здесь пахнет серой. И вот выборы в Москве, особенно компания Навального, мне тоже почему-то все время ассоциируется с запахом серы. Почему? Ну, потому что все похоже на такую, на мой взгляд, конечно, я могу ошибаться, на такую небольшую инсценировку, где одна группировка элит борется с другой группировкой элит, но нам, как всегда, остаются щепки и орехи. Вот так ли это, или я просто заблуждаюсь, и действительно у нас в стране демократия и элиты заботятся о легитимности выборов, в чем, если про нас сильно сомневаюсь, мы обсудим с Дмитрием Абзаловым, политологом, ведущим экспертом аналитического управления Центра политической конъюнктуры России. Добрый день, Дмитрий, хотелось бы услышать вашу оценку выборов, что это такое в Москве, потому что как-то дерзко себя Навальный ведет. Но после того, как человек, после того, как человек, он достаточно жестко двигается, и это связано прежде всего с, скажем так, с форматом, в который разворачивается компания. Собянин заинтересован с его электоральным весом в том, чтобы выборы прошли как можно чище. Вот. В принципе, это оправдано, ввиду того, что с этим и связаны, собственно говоря, камеры, которые достаются, с этим и связан, соответственно, доступ, что сложно было представить еще, условно говоря, год назад Навального к тем или иным информационным ресурсам. Вот. С другой стороны, есть как бы обратная позиция, связанная с тем, что когда дали возможность, так как Навальный очень нужен для того, чтобы была легитимизация этих выборов, то есть фактически Навальный работает не на рейтинг уже, Собянин, он работает на явку. Вот, соответственно, основная задача выйти на явку где-то за 40%. Вот. Соответственно, и в этом случае победа, как бы, Собянина будет серьезной именно с точки зрения политической элиты. Дело в том, что Собянин-то в свое время получил основную свою легитимность, свой рейтинг именно от Путина. Он его назначил, рейтинг до сих пор коррелирует напрямую. Вот. Соответственно, для Собянина и для власти в целом победа, это такая, скажем так, победа в том числе и человек, который его назначил. Вот. Напомню, что Собянин-то являлся одним из самых сильных вице-премьеров. Вот. Его не от хорошей жизни на Москву поставили. Москва тогда потеряла Лужкова, и альтернативы его не было. Вот. Поэтому, соответственно, Собянин-то как бы такой первый региональный проект. Серьезный проект именно. И первый громкий выборный проект. Я напомню, с 8-го числа, с этого года, впервые начинаются у нас выборы в регионах. Вот. И Москва, и Московская область в этом плане являются самыми крупными агломерациями. То есть, такого как бы, таких серьезных выборов региональных в ближайшее время не будут. Вопрос того, как пройдет выбор в Москве, будет зависеть от того, как бы, как общим модель работает. Вот. Поэтому Собянин здесь в Навальном в той же степени подыгрывает и помогает. Ну, он непосредственно помогает. То есть, в подписи, которые были собраны, при всем бесконечном уважении, даже с учетом того, что там не Единая Россия, даже все независимые депутаты, все прекрасно знают муниципалитетов, это все равно люди, которые прошли по линии, соответственно, управ. Их, даже то, что они ни разу в Единой России не составили, абсолютно не значит, что на них влиять нельзя. Вот. Собственно говоря, все, кто согласился из муниципальных депутатов, за исключением, пожалуй, 6-7 муниципалитетов, они как бы согласились после того, как дана была отмашка. Поэтому, собственно говоря, подготовлена позиция в той или иной степени была. Навальный сейчас стоит, на самом деле, перед очень большим, ну, вот, без политических этих составляющих, а вот личностно, перед очень большим выбором. Все-таки, кем ему оставаться? Федеральным политиком? Ну, назовем его в формате блогинга именно. Либо, соответственно, уходить в региональную составляющую. Дело в том, что и в то, и в другой случае есть определенные риски. А что значит региональная составляющая? Это значит, что если он все-таки хочет бороться за позицию мэра, что ему уже все политологи, которые, естественно, его лидер штаба собирался вешать на люстрах, советуют, причем из различных лагерей, ему необходимо погружаться в проблематику. Объясню. В региональных списке топ региональных проблем, соответственно, сейчас первая... Вы имеете в виду московский регион? Да. А, извините, я думал замкаде. Не-не-не-не, но сейчас ему особой необходимости нет. Соответственно, попытки, соответственно, там в Орламову уйти, соответственно, в Омск показали, что эффект не очень большой. Даже в самых благоприятных регионах, возьмем, например, Химки, например, Чирикову, идеальная ситуация была. Во-первых, соответственно, регион базовый, во-вторых, соответственно, дорога все еще... То есть федеральная составляющая была, но без региональной проблематики выиграть очень сложно. Вот. То же самое касается Навального. Либо он погружается в региональную составляющую, начинает обсуждать, например, транспортную инфраструктуру, начинает обсуждать, соответственно, социалку, ЖКХ прежде всего, которая входит в топ-5 проблематик, миграционную проблему, но эти все вопросы для Навального как федерального политика очень болезненные. Они начнут отталкивать его электорат. Если, грубо говоря... Я с вами согласен, на самом деле, потому что он тут, по-моему, неделю, две назад агитировал в районе профсоюзки и новых черемушек. Да. Ну, я так на пять минут остановился, ну, кроме такой демагоги, я ничего не услышал. Ну, просто проблема заключается в том, что Собянин-то тоже правильно сделал. Ему особо-то на дебаты идти нет необходимости. Зачем лишний раз накручивать другим рейтинги? Он, как бы, коммуницирует по-другому. Он, как бы, коммуницирует там в публичном пространстве. Вот. Соответственно, и с ним, например, тягаться, то есть если вот один на один, например, в транспорте бессмысленно, но он просто, как бы, профессионально выиграет ввиду того, что, как бы, там целая команда. Вот. Поэтому по этим сферам, как бы, бессмысленно с ним бороться. Его, Навальный пытается, как бы, через федеральную проблематику выходить, да, то есть через коррупционную часть, в которой, как бы, он силен. Но, как показывает практика, москвичам-то, ну, вот именно если брать, как бы, целевую аудиторию, не людям, например, с, соответственно, без московской прописки, то есть порядка 40% электората Навального, который, в принципе, теоретически может прийти на выбор, кстати говоря, там очень низкий коэффициент именно выхода на участки, да, то есть у него, в отличие от КПРФ, например, очень большая, такая же, у него поддержка есть, да, но эта поддержка вообще на выборы не ходит. То есть, как бы, для того, чтобы их привести на выборы, потребуется очень большой ресурс мобилизационный. У КПРФ, соответственно, медленнее развивается, например, база, зато эта вся база практически придет к избирательным участкам, он очень дисциплинированный. Вот, поэтому, плюс ко всему, у Навального часть 40, где-то 40%, она по-разному оценивалась с начала политического сезона, это электорат, который не имеет московской прописки в Москве. То есть, как бы, они голосовать не смогут. Соответственно, Навальному приходится очень точечно, скажем так, искать ту повестку, которая интересна. Эта повестка связана, прежде всего, с тремя основными темами, по которым ему необходимо высказываться. Это первая у нас тема, это транспорт в Москве, и иммигранты. Первая, вторая, они по-разному, когда разным оплачиваются. И третий вопрос, соответственно, это ЖКХ. Ну, и на самом деле, можно более широко расширить до социалки. Вот, плюс социалка, точнее. Вот по этим темам необходимо высказываться, необходимы альтернативные программы, необходимы альтернативные проекты. Но лето недостаточно для того, чтобы их подготовить. Специалистов по урбанистике в Москве, на самом деле, им их можно посчитать по пальцам. А вообще, как бы, таких звезд, которые реально этим занимаются, их очень мало. То есть, из-за транспорта, можно вспомнить, там, всего 2-3, там, вообще, Блинкни, того же самого. Вот, поэтому это очень большая проблема, чтобы найти, перейти от федерального уровня на региональный уровень, на столичный, и найти, как бы, общий язык с электоратом. Плюс ко всему, проблема еще в чем. Задача выиграть не тот, кто привлечет свой ядерный электорат. Выиграет тот, кто сумеет забрать умеренный электорат другого. Вот умеренно, условно говоря, протестный электорат, назовем его так, ну, граждане, которых не устраивает что-то, да, но которые не готовы, соответственно, ради этого, как бы, демонтировать вообще все, что есть в Москве. Вот за них и надо бороться. Вот смягчение риторики, это во многом, а это сейчас делают все кандидаты, это как раз попытка за этот электорат повоевать. Смысл воевать за электорат Собянина? Это все понимают, что это бессмысленно, потому что тратится больше усилий, ресурсов, чем воевать за неопределившихся. А вот с помощью неопределившихся можно получить второй тур. И второй тур — это единственный шанс потом аккумулировать, как бы, электораты других, соответственно, противников, чтобы выиграть. Поэтому здесь и стратегический подход не очень верный. И здесь как раз почему Навальным приходится выбирать? Если он идет на радикализацию... Дмитрий, вынужден вас прервать. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся. Добрый день, мы снова в эфире. Это программа «Парадокс». Телефон студия 4956 510 996. Звоните, задавайте вопросы. Сегодня мы обсуждаем выборы в Москве, выборы мэра. В гостях у нас Дмитрий Абзалов, политолог, ведущий эксперт аналитического управления Центра политической конъюнктуры России. Дмитрий, вы на самом деле описали такую ситуацию, как будто мы находимся где-то в Европе или в Штатах. Такая демократия, борьба за электора. На самом деле, все это отлично, что в Европе там... Как будто у нас нет Чурова, у нас нет ЦИКа, у нас нет силового ресурса. И второе, насколько я понимаю, ваши все аргументы основываются на том, что зачем-то нашей власти нужна легитимность выборов. Конкретно в Москве. А зачем? Когда, еще раз, есть Чуров, есть ЦИК, потому что если посмотреть, например, что творится в Ярославле, Ярославской области, ну какая-то, черт, легитимность. Потому что, ну там ситуация, похоже, для Единой России такая же, как, скажем, у Ельцина была в 1996 году. Скажем так... Вот зачем власти? Я вот этого не понимаю. Возвращаясь к Ярославской области, на самом деле, с точки зрения политтехнологии, сажать в Ралашова вообще никакого выгоды не было. Потому что в результате, соответственно, КПРФ, соответственно, Справедливая Россия получили в буст, ну, получили добавочно увеличение там процентов на 10-15. Зачем это было... Понятно, что, соответственно, гражданская платформа просядет, но, соответственно, зачем остальным оппозиционным партиям, как бы, фактически, ну, как бы проводить дополнительные позиции, непонятно. Ну, какая разница? Там ЦИК есть свой, он все посчитает, как надо. Так и вопрос в другом, соответственно. Даже если ЦИК посчитает, как надо, соответственно, для того, чтобы там вбросить там более 15 процентов... Да не надо ничего вбрасывать, там есть система Суркова в ЦИКе. Да нет, на самом деле ситуация несколько изменилась. Как бы просто так 10-15-30 процентов выжить очень сложно все равно в регионе. Ну, на выборах в 2011 году в Думу же 25 процентов выжили. Ну, на самом деле там по-разному оценивается, как бы, все-таки 25 процентов все равно сделать сложно. Как бы это же не... Ну, не даром же Медведев Чурл назвал волшебник. Нет, но то, что есть разные отношения, на вопрос в другом заключается, что все равно есть какая-то граница. Как бы выше ее забросить сложно, особенно как бы в регионах достаточно с высокой политической конкуренцией. Вот смысл, например, это делать. Зачем просто так наворачивать другим рейтинги, если есть как бы возможность спокойно это не делать и побеждать. В случае с Москвой даже Левада показывает, соответственно, более 55 процентов Собянину. При том, что Левада центр как бы считается как бы наиболее крайним. Большинство, соответственно, при конвертации именно в конкретные голоса получается более 50 процентов. Соответственно, тащить Навального за руки, соответственно, в эту избирательную кампанию, с этой точки зрения, с такой точки зрения просто выиграть Собянину нет никакого смысла. Он бы выиграл и так с низкой явкой 35 процентов, 30 процентов и все. Как бы и все бы, так сказать, спокойно это бы приняли. Зачем прощать? Так вот идея заключается в том, что есть еще как бы, во-первых, борьба политических группировок, а вообще есть все-таки запрос какой-то на как бы смягчение этого формата. Не было ни особой необходимости, соответственно, расширять региональное присутствие. Не было ни особой необходимости, соответственно, приходить к выборам губернатора. Да, с ограничением, с муниципальным фильтром, но зачем это надо было делать, если бы такая бы система всех устраивала? Не за чем. Не, ну смотрите, просто вот смотрите, были провокации на Болотной площади, да? Была попытка провокации 10 декабря 2011 года. Ну не удалась. И даже Данилу Константинову посадили за то, что он отказался участвовать в провокации. Было ужесточение всего и вся. И вот в этой конве, в этой последней событии вдруг все начинают говорить о легитимности выборов в Москве. Зачем это власти нужно? Может быть, альтернативный сценарий, что Навальный на самом деле не просто Навальный, а какой-то проект, который нужно раскрутить, чтобы... Проект, который пытается средства аккумулировать для себя. Проект не то, что саккумулировать, а чтобы он выстрелил в определенный момент, как, скажем, вся эта оппозиция выстрела путем увода недовольствия на какие-то пустые лозунги. Зазывается громотвод. Громотвод. Гапон. Вот. Но на самом деле это достаточно рискованная игра, вот, если она даже продумана. Вот. Но то, что... А в чем риск такой игры? Риск такой игры, соответственно, что никто не знает, как себя поведет политик в случае, когда он получает власть. Да, уже по-моему, все подняли, что Навальный поведет себя так, как ему скажут. И классический пример там у Медведев, на самом деле. Но вопрос в другом, что... Зачем это делать в случае, если, как бы, особой необходимости этот протест аккумулировать нет? А зачем, скажем, царская охранка создавала бунт? Ну, на самом деле, тогда-то уже, как бы, определенная социология... А сейчас тоже. Чтобы он выстрелил, иметь его прозапас, чтобы он выстрелил в определенный момент и снова выполнил свою функцию грамотвора. Намного проще было бы размыть через те же самые партии спойлеров, соответственно, которые не участвуют в выборах, а просто как бы растащить на себе, соответственно, националистический ресурс на несколько позиций, соответственно, левый ресурс на несколько позиций. Ну, так и сделаем. Фактически, да. Зачем их концентрировать? То есть в чем особенность проекта Навального заключается? Если рассматривать проект как участие на московских выборах, это, на самом деле, эффект вакуумной бомбы. В чем она заключается? Сейчас есть в выборах в Москве как бы два направления. Либо ты за Собянина, либо ты за Навального. Альтернатив нет. Поляризация. То есть фактически выжгли все поле, которое было. Поэтому, естественно, больше всего ты как раз расстроиваешься, должен такой схеме, например, то же самое Митрохин, у которого, соответственно, потенциал фактически выжгли. Потенциал, который был, соответственно, у левых, например. Там, например, не КПРФ, да, соответственно, в регионе. В этом идея была. Ну, в этой точке она сработала, на самом деле. И Навальный в той или иной степени на нее сыграл. Другое дело, что вокруг Навального тоже есть группы, и я сомневаюсь, что они все контролируются. То есть там позиция того же самого Волкова, он как был себе на уме, он так себе на уме и остался. И его заявление говорит, что невозможно всю эту сеть держать. Но то, что знает об этом Навальный, не знает, но он играет фактически на такую поляризацию выборов, и на самом деле накачивает, мобилизует ресурс скорее как бы в Собянину. То есть по принципу того, что как бы либо Собянин, либо, соответственно, Москва в огне. Ну, то есть, собственно говоря, вот интервью Волкова. Ну, это вот стандартная фишка была с позиции, да. Вот, соответственно, она, соответственно, на этом в данной схеме срабатывает. Но, с другой стороны, как бы Собянин, вот у него сейчас один вопрос стоит на повестке дня. Ему надо тот эректорат, который поддерживает, мобилизовать на участке. Это тоже очень сложно. Этот феномен называется феномен победителя. Вот вы, например, набираете свои 60 процентов. Сидит дома человек, а он и так без меня победит. Зачем я пойду, соответственно, на выборы? Я пойду на дачу, отпускной сезон, 6 сентября. Его задача в том, чтобы показать, что есть угроза. Вот, а задача нормального — показать, что голоса, соответственно, на выборах могут решить что-то вот этих в избирательной участке, в урны. Поэтому, на самом деле, как бы схема достаточно интересна. Но при всем при этом, как бы она не разворачивалась, с точки зрения именно прозрачности самой схемы, впервые в ней заинтересованы много игроков. Ну, Дмитрий, давайте возьмем телефонный звонок. Попробуем продолжим. Да, добрый день, вы эфире. Добрый день. Добрый день. Добрый день, Антон. Вот, имеется два вопроса, и хотелось бы чуть-чуть отметить эту ситуацию. Ну, вы знаете, с бюджетом Москвы, наверное, даже абсолютно некомпетентный человек смог бы хорошо делать свое дело. Мое личное мнение. И, значит, два вопроса. Скажите, как вы считаете, вот, проект Навального, как-то дальше будет развиваться, что будет после выборов? Это первый мой вопрос. И второй вопрос, Антон Геннадьевич, вы говорите про аргентинский кризис, про книги, может, посоветуйте какую? Спасибо. А, ну, давайте я быстро на второй вопрос отвечу. Ну, идете в Google, набираете аргентинский кризис, там очень много дневников, и выйдете на огромное количество дневников и свидетельствовать очевидцев, что и как происходило. Да. Дмитрий. Игорь, тоже очень интересная тема. Но вопрос очень интересный, на самом деле. Здесь очень большое значение имеет. Ведь, на самом деле, в выборах Москвы, если вы посмотрите, люди-то участвуют для того, чтобы победить. Вы посмотрите, кого выставляют, соответственно. Выставляется КПРФ, соответственно, федеральный контур выставляет. Он не региональный контур-то выставил. Он выставил федеральный контур. Вы имеете в виду программу? Я имею в виду человека. Кандидат, соответственно, это представитель федерального бюро. Соответственно, он не регион, хотя хотели изначально регионала. Справедливая Россия, тоже федеральный контур, соответственно, ЛДПР. То есть, на самом деле, Москва это всегда была такая, как бы, один большой зачет. То есть, люди, которые хотели участвовать в федеральной политике, им необходимо было показывать свой электоральный потенциал на Москве. Собственно говоря, Москва это такая лакмусовая бумажка, которая показывает, естественно, потенциал электоральный. Люди здесь борются не за реальную победу, а за то количество голосов, которые могут набрать. Показал 5%, хорошо, с тобой можно вести переговоры, значит, в следующие выборы Мосгордумы, которые состоятся в следующем году, ты сможешь кого-то провести. Тем более, что там будут еще вестись одномандатники. То же самое и здесь. Очень многое будет зависеть от того, какой процент Навальный сможет показать. Вот, соответственно, ну, понятно, с большой долей вероятности, ну, надо что-то, чтобы такое ультра, такую ошибку совершил Собянин, но не знаю, там, из такого вида там, их на самом деле очень мало. Он там должен, там, в прямом эфире, там, что-то такое сделать, там, не знаю, связанное с нарушением Уголовного кодекса, чтобы, соответственно, упустить победу в первом туре. Вопрос в том, как бы, какая будет процент Навального, как он сможет перетаскивать голоса остальных. Основная задача, как бы, ну, то есть, пока что пороговое значение где-то от 9 до 13 процентов. Вот то, что сейчас меряется. Соответственно, ну, это уже, как бы, на участках избирательных, то есть не в метр поддержки, а, собственно, сколько проголосуют. Это при, соответственно, благоприятном развитии ситуации. Задача Навального показать больше 20. Ну, или хотя бы, ну, больше 15, это вообще будет уже хорошо. Вот это, как бы, о нем. Он, это будет база, на основании которой он сможет как-то дальше двигаться. Вот. Собственно говоря, за это борьба идет. Если он покажет, Саш, серьезные возможности, если он сможет агрегировать этот ресурс, то вполне возможно, его смогут, соответственно, использовать для того, чтобы, там, усилить, например, агрегацию. Ведь надо понимать, что, соответственно, посаженный Навальный, условно говоря, это фактически крест на посаженном Ходорковском. Вот. С точки зрения, соответственно, интереса. А кого сейчас Ходорковский считает? Да он скоро уже выйдет. Ну и что? Кто он? Это точно. Создал систему, огреб от той же системы, ну и все. И не нынче строится. Следует отметить, что даже суд по правам человека не признает его политическим заключенным уже по второму делу. Вот. Это знамите. Вот Гераченко в этом плане тоже имеет смысл его посчитать. Он как раз сказал, почему там ты будешь премьером, а я президентом. Да-да-да. Вот. А, соответственно, интерес заключается в том, что вот и дальше будет развиваться эта модель. На самом деле, на мой взгляд... А модель, вы сказали, какая модель? Вот, скажем, Навальный набирает 15%. Ну, Навальный набирает 15%. Как его потом может дальше использовать? Ну, во-первых, соответственно, он может агрегировать, прежде всего, информационный медийный ресурс, да, на самом деле, таким образом выжигая все остальные ресурсы, которые присутствуют. Вот. И, скорее всего, он так в медийном поле и блогинге останется, как показывает практика. Просто, кроме как Москву, он нигде выиграть, он такого показать не сможет. Вот. А, соответственно, в этом случае, как бы, основная нагрузка ляжет на партии. Вот, в долгосрочной перспективе они, наверное, что-то выродят, как бы, вырастут. Вот. Но на первом этапе, как бы, его, как электоральный проект использовать будет уже нецелесообразно. Вполне возможно, раньше до этого дела ходили слухи о том, что он может пойти одномандатником, соответственно, в гражданской платформе в следующем году. Соответственно, муниципальным депутатам. Вполне возможно. Но, скорее всего, в Госдуму, если мы говорим, соответственно, о домских выборах одномандатиками, можно будет провести, ну, могут пройти, соответственно, такие, там, некоторые лидеры оппозиционные, там, типа, команды. Ну, да, Жириновскому нужна смена в Госдуме. Ну, я сомневаюсь, что Жириновский пока стоит на ногах, соответственно, ЛДПР будет жить. Вот. Но в любом случае, если говорить, там еще неплохие люди, если просто забил немножко, вот. Ну, в том плане, что, как бы, информационно. А они, в принципе, сейчас в последнее время раскрываются. То же самое Дегтярев, например, естественно, такой замечательный товарищ точки зрения коммуникации. Вот. Вынужден вас порвать, Дмитрий. Оставайтесь с нами. Сергей, оставайтесь на лень. Мы обязательно возьмем ваш звонок. Добрый день. Мы снова в эфире. Программа «Парадокс». Телефон в студии 6510-996, Кутгор, 45. Звоните, спрашивайте. Сегодня мы обсуждаем выборы в Москве и, скажем так, последствия этих выборов. Кто как раскручивает Навального и зачем. С Дмитрием Абзаловым, политологом. У нас есть телефонный звонок. Сергей, добрый день. Добрый день. Алло. Да, да, вы в эфире. Да, Степан Геннадьевич, добрый день. Добрый день. Очень приятно вас слышать. Взаимно. Смотрите, да, смотрите, ситуация в следующем. В любом случае победит Навальный, победит Собянин. В любом случае мы останемся в минусе по одной простой причине. Даже если проект Навальный, это просто у нас некий свисток, да, откуда выходит пар. Если даже в любом случае победит, опять же, Навальный, то если он, скажем так, проект другой элиты, ну, в любом случае, опять же, в минусе остаемся. Победит товарищ Собянин, опять же, в минусе остаемся. А скажите, а почему вы считаете, что если победит Собянин, то мы останемся в минусе? И если победит Навальный? Просто вот вы говорите минус, интересно понять вашу логику. Ну, смотрите, если победит Навальный, по одной простой причине, что Навальный у нас лидер протестного движения. Чисто формально, да. В последнее время вы сделали так, я сказал. Да, ну, это формально в кавычках там лидер протестного движения. Ну, если говорят то, что это проект другой элиты... Ну, не другой, а группировки, скажем так. Ну, да, другой группировки. Я не думаю, что эта группировка такая прям аж а-ля народная. Да нет, конечно. Это просто люди, которых оторвали от кормушки. Ну, я сомневаюсь, потому что, смотрите, ну, одним... Ну, иди лежит, дорогая, не хватило места. Ну, смотрите, за смотрящим за Навальным стоит банкир из Альфа-групп. Так, ну, как Фридмана оторвали от кормушки? Ну, его оторвали пока что от нефтяного крантика. Ну, может быть, оно и к лучшему. Он в кэше. Либо... Нет, от сотовой связи его тоже оторвали. А, от сотовой связи тоже? Ага. Дережка-пирога идет. Ну, он просто меньше стал. Ну, ресурс не хватает, да, вы правы. Ресурс не хватает, дережки-пирога начался. Если же это побеждает товарищ Собянин, ну, это продвижение с товарища Путина, ну, 13 лет в власти, ну, я уже ни во что не верю. Ну, без относительной политики, а с точки зрения Москвы самой. Вот Москва, город, да. Ну, с точки зрения Москвы, я не знаю. То же самое, пожалуйста, простой пример. Дебофф во время рынков, да, там, когда начали там изыскать эмигрантов. Ну, я думаю, что после даже выборов Собянина все об этом забудут. И все так же будет продолжаться. Ну, логично. Ничего у нас не поменяется. Ну, все это отмечено, все-таки непродовольственную розницу. У рыночного-то разгромили за это время. Ну, разгромили, чего. Что-то поменялось. Кстати, заметьте, ну, как, смотрите, вот косметические такие улучшения есть. Например, вот в Москве ездишь, что-то гайцов стало действительно меньше. Камеры везде появились. Ну, гайцы, камеры, при любой власти должен быть порядок. Любые должны быть правоохранительные органы. Ну, я иронизирую, конечно. Ну, да, давайте уничтожим милицию, но завтра начнется погром, чем будем делать без милиции. Завтра начнется египет. У меня вопрос к вам, Степан Геннадьевич. Да. Когда хлопок будет? Хлопок рано или поздно начнется, но когда он будет? Я думаю, смотрите, ну, на самом деле, здесь все достаточно просто. Почему пока что не случается? Ну, потому что многим есть что терять. Живем-то мы достаточно жирно. Все зависит от цен на нефть. Низы четырехлетнего цикла, он растягивается до 60 месяцев, они должны быть в 2014 году. Поэтому, скажем так, нефть по 50-60 надолго нам гарантирована. А дальше уже думайте сами, что будет. Вопрос следующий. Там-то когда хлопнет. У нас-то понятно. У нас все зависит от того, когда хлопнет там. А вот там все, все уже готово, как говорится, на мой взгляд. 13-14 год, хлопок. 14-й. Все, спасибо, Степан Геннадьевич. Конечно, к осени ждите подарок 14-го года. Ну, вот, Дмитрий, на самом деле, вы стали говорить о Москве как о лакмусовой бумажке, но ведь федеральный выбор это покруче, чем Москва. И вот был такой проект «Политик Прохоров». Он набрал, по-моему, 7 или 8 процентов в президентский выбор. Ну, в Москве, кстати говоря, у него самый высокий был. Протестное голосование, да? Ну, самое интересное в другом, что начало как бы протестное голосование, скажем так, протестное голосование в политическом плане, соответственно, в партийную кампанию забралось «Праведливая Россия», как известно, который, кстати говоря, с Навальным активно взаимодействовал сейчас с Михеевым. Вот. И, кстати говоря, партия «Жуликов и воров», как бы, которая, это как раз игра была между партиями, как известно, не против ядра как такового «Единая Россия». Соответственно, что касается президентских выборов, действительно, Прохоров очень много набрал именно в агломерациях по Москве, особенно протестный электорат, как бы он съел, условно говоря. Вот. Но при этом самое удивительное в другом, то, что даже спустя год, соответственно, начало этого политического сезона, когда, соответственно, было принято решение, ну, как, он оказался перед фактом того, что он не успеет подготовиться, соответственно, к выборам, вот, объективно. То есть, когда было принято решение о досрочных выборах в Москве, я напоминаю, что они должны были быть через год. По идее, после, соответственно, выборов в Мосгордуму, соответственно, у Прохоров к этому времени было 12,9, ну, где 12 процентов, я бы сказал. Вот. Это этот электорат, который он мог переработать. Это был самый высокий рейтинг. То есть, сейчас, как бы, Навальный, при том, что, как бы, ему сейчас помогает всячески федерально, то есть, как бы, там, одна, там, компания, связанная с посадкой, как бы, это, там, прибавило очень серьезно. Это при том, что, я напоминаю, сейчас происходит, естественно, политическая компания на низком рынке, то есть, на межсезонье политическом. То есть, сейчас, как бы, стоимость процента, вот, он достаточно дорогой. То есть, люди разъехались, соответственно, информационное поле вакуум, фактически, вот, поэтому здесь... Ну, почему вакуум? Оно заполняется рождением наследника британского престола. Ну, вот, это традиционно, вы посмотрите, август, это традиционно информационное, как бы, то есть, до 20-х чисел обычно, да, то есть, до 25-го, да, это, соответственно, информационное поле, которому сложно работать. То есть, нет какой-то движения, то есть, этот процент Прохоров все-таки зарабатывал высокий сезон, он зарабатывал его, соответственно, весной, осенью. Вот, сейчас приходится политикам зарабатывать, как бы, на низком. Вот, и при всем при этом, как бы, он свои 12 сделал, да, то есть, вложив, правда, порядка миллиарда, но все равно сделал. Вот, поэтому перспективы у него были очень хорошие, но все равно, даже при всем при этом, у него определенный потолок. Там различные ходят истории, две версии основные, да, то есть, первое, что он реально не мог перевести активы, это, в принципе, ну, частично соответствует действительности, но это можно было сделать, на самом деле, как он сам признал. Вот, он просто не захотел участвовать в той или иной степени. А почему? Вот, а потому что, первый момент, вероятность процентов 70, что он бы проиграл, ему нельзя было показывать уровень ниже, чем его президентские выборы. Вот, в этом случае, как бы, его бы рассматривали, как, соответственно, падение рейтинга, как храмовую утку и так далее и тому подобное. А сейчас как его рассматривают? Сейчас, на самом деле, если он в Мосгордуму, точнее, даже так, если он в эту ректоральную кампанию, хотя бы в двух регионах, ну, сейчас он сделал ставку после Урлашова на Екатеринбург. Вот, если в Екатеринбурге он покажет серьезный процент, да, то есть, если он в мэра придет, то вообще будет очень хорошо. Вот, но если он покажет серьезный процент, да, за 40, вот, это будет очень серьезное продвижение. Плюс ко всему, ему необходимо, соответственно, все-таки брать сначала Мосгордуму. Это все говорили по поводу того, что брать мэрские позиции без опыта работы по одномандатникам очень сложно. Он бы за лето не успел это сделать, он бы опять впихнул большое количество денежных средств, и в отличие, например, от Навального эффекта вакуума бы здесь не было. Его бы давили, прежде всего, те же самые яблоко. Я напомню, что до этого была знаменитая встреча, на которой они договаривались, как пройти одномандатниками. С чего началась встреча? Тем, что поссорили с Митрохин, соответственно, и Прохору, потому что они по одному округу идут. Вот, причем как бы вот так вот, что называется, тесно. Поссорились Иван Васильевич с Васильевым. Ну, это к вопросу о том, что из себя представляет, соответственно, контур КСО. Вот, соответственно, все вроде договаривались, что давайте координационный совет, ну вообще-то, давайте координированно, соответственно, выдвигать единую позицию. Москва, ключевой регион. Чем результат дела закончился? Отдельно пошел Навальный, отдельно пошел, хотел пойти, соответственно, Удальцов, Попова. То есть все, кто были, как бы, с координированно против друг друга. Изначально было ясно. Ну да, то есть к вопросу о том, что на самом деле, как бы, там бы больше была напряженность именно в оппозиционном сегменте, они бы друг другу электорат выедали. Вот, поэтому, как бы, Прохорову тоже, как бы, это было достаточно рискованно в это направление двигаться. Поэтому, я думаю, он решил просто не рисковать на этой позиции, как бы, взять Москву именно через Мосгордуму. Плюс ко всему, с Собянином он уже договорился о том, что там будет выделен омбудсмен. Да, там какая-то темная история тоже. Сначала одному удали, потом... Ну, идея здесь такая, показать, что, как бы, после того, как произошла ситуация с Урлашовым, народ начал беспокоиться. А, как бы, то есть вот мы находимся в партии, а нам от этого, как бы, ничего не будет. То есть это неопределенные политические риски. Здесь, как бы, показали, что, соответственно, Прохоров все равно получает какие-то... Что, как бы, у него есть возможность влиять на политическую структуру. Он может проводить своих эмбудсменов, да, соответственно, показать, что, как бы, все хорошо, грубо говоря. Ледит, как говорят. Да, вот, соответственно, вот эта, как бы, модель была выбрана. На мой взгляд, с точки зрения федерального политика, да, то есть Прохорова, да, как долгий проект, долгосрочный, это решение было правильно. С точки зрения Москвы и с точки зрения, как бы, региона он потерял. Даже так бы, я бы сказал, с точки зрения гражданской платформы, именно как партии, скорее всего, это больше в плюс идет. Вот, а сколько, с точки зрения такого московского политика в минус? Это, что было очень странно, может быть, я ошибаюсь, конечно, политика дело темное, да. Все-таки, после такой заявки на федеральном уровне, уйти в тень? Ну, надо тоже понимать, человек, который участвовал в президентских выборах, у него, соответственно, равнозначная позиция, то есть, за что он потом вообще, в принципе, может воевать, не его партия, а гражданской платформы отдельной истории. Лично как политик. Лично как политик. Это Москва и президент, и лидер, соответственно, партия на парламентских выборах. Вот, на самом деле, это очень многие недооценивают. Как вы себе можете представить, например, Зюганова, условно говоря, который выдвигается мэром Екатеринбурга, или еще какого-то региона. На самом деле, это уже определенный уровень. Ты, если начнешь ниже, как бы, ниже уходить, соответственно, то все, к тебе как серьезную политику воспринимать не будут. Все-таки лидеры партии, они могут конкурировать за не очень большое количество политиков. Да, логично, только на федеральном уровне. Ну, если действительно лидеры, нет. У нас есть лидеры партии, соответственно, там, не знаю, экологов, например. Альян Медрюнг. Да, да, да. Но если серьезный игрок, который претендует именно на федеральный определенный контур, то у него-то вариантов-то особо нет. Но к Москве Прохоров был не готов. Он бы проиграл за четыре месяца. У него бы компания только бы началась и открылась в августе. В июле. Ему никто таких подарков, естественно, с компанией бы не сделал бы. Он бы не успел раскрутиться. В результате показал бы свои 10-12 процентов, а еще половина бы людей, часть его электората находилась в отпусках и, скорее всего, бы не приехала к этому времени. Показал бы, не дай бог, меньше 10. Вот. И зачем это надо было делать? Он правильно сказал, что он не хочет лишний раз наигрывать позиции. Вот. И, соответственно, лишний раз показывает 10 процентов в сложных условиях. Да лучше он, естественно, в следующем году там участвует. Поэтому у него объективность сейчас электоральной базы и, соответственно, платформы не было. Вы напомните, что только проект «Гражданская платформа», именно как партия, то есть со своими, соответственно, региональными структурами, появился только это весной. А до этого у нас, знаете, помните, что было? У нас была партия как группа юристов. 500 человек. Да. Вот. Поэтому на самом деле начали только... А это что было вообще? Что именно? С партиями? Вот это вот чехарда. Одну партию купил, потом продал, а потом какие-то юристы. Нет, ну здесь идея-то какая заключалась в том, что Прохоров вообще хотел заниматься партийным строительством. Абсолютно правильно. Вот. Но одно дело заниматься партийным строительством, когда у тебя все три партии в парламенте, четыре. Вот. А другое дело, когда у тебя этих партий 500, как стало сейчас. То есть фактически, соответственно, как что там обсуждалось, что Прохоров, соответственно, участок в президентских выборов, фактически рассчитывал на то, что он получит карбланш на строительство собственной партии, «Гражданской платформы». Но после того, как изменилось партийное законодательство, преимущество от того, что ты занимаешься партийным строительством, оказалось нулевым. То есть быть одной из 500 партий и быть одной из пяти партий, это разные вещи. Вот. И поэтому, как бы, до определенного времени, плюс ко всему, там, он вложил очень много в нее. Вот. И до определенного времени законсервировал. Потом, когда региональный контур раскрылся, у него появилась возможность идти, естественно, в регионах, договаривался в регионах, естественно, о открытии, соответственно, своих представителей. Туда начали идти люди. Он там договорился с некоторыми представителями элиты, которые нашли свою, как бы, возможность пройти в разных направлениях. Он тогда уже эту партию перезапустил. Расконсервировал. Фактически, да. То есть тогда уже пошло финансирование, тогда уже начали создаваться, провелись переговоры. Но, во-первых, надо понимать, что, первое, основные игроки уже между партиями разобраны. Вот в этом плане одномандатике очень интересный формат. То есть там люди, вот, идет бизнесмен, да, у него есть свой ресурс. Там он пытался пойти в единую Россию. Там, например, его конкурент. Но не может они одновременно идти от одной партии. Он пошел в справедливо Россию. Там тоже там не срослось, да. На самом деле, основных игроков уже, они в большинстве партий уже состоят. Они как бы, у них, они бизнесом занимаются, им важно, как бы там, или там политикой занимаются, как бы они тяжеловесы. У них там есть свой электоральный ресурс. Поэтому они хотят, как бы, максимально здесь выигрывать. Дмитрий, снова вынужден вас прерывать. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся. Добрый день, мы снова в эфире, программа «Парадокс». У нас в гостях политолог Дмитрий Абзалов и обсуждаемые выборы в Москве и возможные сценарии развития ситуации. Дмитрий, вот вопрос к вам такой. Штаб Навального недавно распространил информацию, что по их опросам, которые сделаны очень тщательно... Волонтерами. Ну, реальные опросы, да. Расклад такой, 44 на 25. 44 Собянин, 25 Навальный. Это действительно такая ситуация? И вообще, возможно ли второй тур? Ну, любой политтехнолог вам скажет, что самое важное — иметь свой опрос. Всегда. Вот. В случае с Навальным, проблема в следующем. Сначала был заказан вопрос в Левадо-центре. Собирали для этого деньги, вообще известно. Ну, не понравились. Не понравились результаты, получилось меньше 10. Необходимо показать 25. 20 или 25. Объясню почему. Потому что это основание для того, чтобы, а, потом, естественно, либо выйти, либо, естественно, требовать добиваться результата второго тура. Для этого нужно хоть где-то показать эти 20 процентов. Их надо сделать. Вот здесь подробнее. Дело в том. Что значит 20, добиваться пересчета? Ну, первое, в случае, если будет любая партия, которая идет, соответственно, она ищет, если хорошая социология, да, то есть она просто ее берет и с ней идет, как бы, а потом делает экзит-пулы, и по ним, как бы, какие-то вопросы добиваться. Для того, чтобы бороться за второй тур, необходимо этот второй тур хотя бы в социологии показать. То есть необходимо показать, что есть 25 процентов, которые реально могут прийти, проголосовать, условно говоря, с Навального. То есть с учетом всех остальных, как бы, сделать второй тур. Вот. Но пока ни одни из, как бы, ну, крупнейших социологических центров это не показывают. Даже, как бы, Левада. Вот. Поэтому это необходимо обязательно сделать. Обычно делают через волонтеров, но, как бы, ну, вот есть серьезные, там, люди, которые работают, там, занимаются этим делом. Понятно, что пиде это надо делать профессионально. То есть есть формирующие вопросы, есть, как бы, там, оценка. Плюс ко всему, соответственно, волонтеры работают в самом восточном округе, как бы, там сейчас более 50 процентов не обработано. К тому же даже у них не получается. У них же, там, как, там прошла первая новость по поводу того, что, соответственно, более 25 процентов. Потом, естественно, стали из штаба поступать данные о том, что это невзвешенная цифра. То есть, грубо говоря, там недосчет идет, соответственно. Это первые, кого они взяли. Вот. Плюс ко всему, волонтеры, которые, как бы, работают от штаба, так и «Справедливая Россия» может показать 80. Потому что все, кто к нему подходит, они в той мере симпатизируют с «Справедливой Россией». Иначе, как бы, они не подходили бы. А опросы проводятся под этими лозунгами, да, там, Навальный и того подобного. Ну, там надо это вопрос... По идее, это должно сделать следующим образом. Человек должен быть, естественно, без каких-то обознавательных знаков. Он должен выбирать, естественно, выборку. Там она должна идти, естественно, там жесткие требования выставляются. Потом есть проверки. То есть, как бы, на то, чтобы человек, как бы, реально указывал данные, там, до четырех видов, пяти видов этих проверок, соответственно, необходимо четко составлять, соответственно, анкетирование. Туда должны попадать, соответственно, определенные возрастные категории. Ну, понятно, что с учетом, если, там, опросить, например, до 35 лет всех остальных игроков, как бы, то понятно, что там Навального будет больше. Если, например, в более рабочих районах, соответственно, работать, там КПРФ будет больше, соответственно, «Справедливая Россия», как бы... Ну, то есть, здесь в зависимости, где опрашивать, такая социология будет. Вот. Поэтому есть определенные, как бы, такие модели. вот соответственно поэтому как бы они крайне нужны вот соответственно обычно работают по экзит пулам да то есть как бы свои exit пулы делают вот и на их основании как бы работают но до экзит пулов еще далеко вот а есть уже надо показывать что навальный весь возможность вообще победить потому что сейчас если мы посмотрим по узнаваемости ценник поднимать это важнее для электората объясню сейчас по узнаваемости он уже добрался до 2 уровень то есть и дальше в нем узнать москвичи не могут то есть он вот так очень узнаваем другое дело что это узнаваемость добавляется негативом в основном да то есть те кто узнают там более за 40 процентов о нем они узнают негативное как бы у него там 20 10 пример соотношения ну это положительное отношение к отрицательным то есть как бы теперь ему необходимо показать вызвать интерес у гражданка что вообще может победить а для этого нужна социология надо показать и чисто теоретически может пойти на второй тур хотя если они придут и исполнить свой конституционный долг надо показать что их голос вот то что важно что он значим что он может вывести второй тур если сейчас вся социология показывает что второго тура не будет люди просто могут не прийти их не отмобилизуешь особенно соответственно в отпускной сезон особенно здесь воевать будет с дачи с хорошей погодой вот поэтому как бы почему что до левада центра ему уже можно проплатить он мобилизует на раз два потому что даже левада бесконечного уважения у них все-таки левада как бы был товарищ он они там есть формирующие вопросы кстати говоря если посмотреть все остальное но даже он не может пойти на столько то есть как бы он выиграет этот заказ как бы но потом потерять все остальные потому что не обращаться перестанут вот поэтому социологии важно показывать поэтому любая серьезная организация как бы ну скажем так если совсем уже плохо то можно свое делать да то есть хоть что то потому что с этими бумагами можно войти сказать вот на самом деле все как бы все проплачены а вот у нас с политической точки зрения абсолютно правильно сейчас другое дело что как бы проблема то в чем в том что навальной компании не было опыта и он начинает наступать на те самые грабли по которым как бы его ведут на самом деле частично первое он начинает предъявлять претензии и атаковать теми же средствами которые приняли против него и это сейчас ему обязательно как федеральную политику за что первое обращается в суд снятие кандидата но это же очень забавно во первых как у них то бумажка была изначально мос избирком они специально подождали пока информационное поле подогреется два дня а потом показали журналистам что во первых показать что они не идут как бы ну так сказать на не отвечают сразу что логистику никто не нарушал а так получается но потребовали показали второе потребовали показали все сразу как бы в более как бы ну ну на при всем при этом этом потом еще припомни то есть вы пытаясь снять естественно кандидатов а чё тогда у вас самого самого самих наоборот выборы тащат вот потом секретно 2 2 аспект это личная критика индивидуальная критика то есть то что как бы соответственно в чем как бы очень часто обвиняли как там власть все остальное там вот в поиске компромата во всем остальном особенно семьей то это подобное вот потом соответственно финансирование самая интересная тема на самом деле вот вот здесь поподробнее просто как все всплывает не но просто на самом деле понятно в чем идея а почему яндекс кошелек потому что это единственный способ привлечь денежные средства электората который не он не любит ходить для того чтобы с какая схема существует у человека есть счет избирательный для того чтобы него пополнить от прийти в сбербанк запомним документ вас отправить до соответственно электорат навального делать не любит он не ходит по безбербанка несмотря на то что не как бы самая расширенная сеть ему проще через кошелек то скинуть вот как бы в один клик в принципе не любит ходить вот соответственно схем следующее пытались есть такой формат проработать но этот формат это как раз самый слабая часть то есть как бы навальный всегда критиковал именно за счет не непрозрачных финансовых ресурсов а сейчас ему это все будут вставлять потому что как бы вы говорили с весной уер есть фонды прокси серверы да например в единая россия а у вас такой же прокси фонд потом посмотрите информация о его соратниках которые в общем-то ничем не отличается от наших чиновников их два с половиной миллиона забрали вот а потом придумают каким образом помочь соответственно ситуация с кубами вот то что как бы классический пример просто распил называется распил на госзаказе вот то есть его региональный димарш может стоить ему федеральной позиции пока он в этом не участвовал как многие свист на аналитику говорили если вы уж в этом участвует и сразу же начнешь совершать те же самые ошибки ты обязательно вступишь в эти позиции обязательно будет использовать поэтому как бы может и к позицию как регионального политика потерять и так и блогерами соответственно как бы размыть потому что теперь как бы у него уже нет такой такой весь был белый пушистый посмотри что ты делай в этом случае на руку власть вот они сейчас придут они сделают просто что придут голодные будут воровать еще больше вот поэтому как бы ну дмитрий а почему скажем нету официальных спонсоров ну вообще-то на самом деле не хочет светиться нет ну во первых как бы деньги любит тишину во вторых на самом деле сбор если бы вообще вот если посмотреть на программы то есть сложная схема сбора денежных средств вот обама например в последнее время очень серьезно перебил с весна ромни именно за счет чего за счет того что начал использовать такие микротранзакции только он не через яндекс кошелек использовал и на через свой счет это же можно обеспечить надо просто людей привести как бы поставить там человек который помогать будет заполнять естественно там не знаю сбербанке вот в конце концов это такая же схема как с кошельком она практически безубыточная то есть если ты на если ты анонимный жертвователь да и не до конца там все правильно указал да то твои денежные средства уйдут в бюджет есть кандидат обязан их вернуть бюджет если ты соответственно не анонимный то есть как бы подписался тебе возвращать их обратно на счет вот и таким образом можно было показать как бы уровень поддержки но проблем то заключается в том что например есть тебе как бы финансово политически помогает кем-нибудь там пример альфа например она же не может так под показать свои денежные средства условно говоря почему а потому что во первых соответственно она сидит но во первых на них захочется ссориться собянина начала в москве ну слушай ну это же один театр но второй момент на самом деле она бы не очень хотела чтобы это рассматривали как ее проект более то есть как бы здесь целый ряд вопросов есть и тонких моментов на самом деле то что у нас не прозрачная как бы система это очень большая проблема потому что в можно было бы давно придумать модели которые бы позволяли бы агрегировать вот и навальный могут в принципе в нее сыграть даже если бы он не собрал эти 31 миллион там или более 30 он бы показал что в принципе можно собирать а он сейчас лишний раз просто играет на повестку власти которая говорит что как бы вот в непрозрачная там какие-то схемы отпила откуда вы получаете денежные средства и в результате оказывается что из всех кандидатов официально зарегистрированных у него сам большая зарплата вот понятно конечно же там как бы квартира все остальное но просто это само по себе потом будет использоваться то есть как бы если делать надо было делать как бы сначала прозрачно может быть меньше результат показа зато с федеральной точки зрения у него очень хорошая как бы он показал бы что может подтвердил свою репутацию а вот сейчас как бы это не очень большое значение причем самое важное для меня с точки зрения как бы профессиональной экспертной составляющей вообще хотелось бы уже чтобы у нас на выборах начали конкурировать программы вот такой надо для разнообразие и что в чем сила саб items to be a ни на паразона могу относиться у него хоть об этой программе есть допускай там в ад идет до соответственно хотя бы идет по тому плану который все нарисовал вот соответственно и по идее должны как бы конкурировать и на эти программы вот этих программ я не вижу но не нравятся revealed уговый соответственно хватит но скажи ты чё другое строить альтернативу предложим не нравится капиллярная сеть, но предложи другое. Нет, ты будешь как бы... — Критиковать то, что есть. — Критиковать квартиры, все, что угодно. Надо... Не нравится социалка. Неэффективные растраты бюджета. Предложи варианты. — Может быть, это просто не предусмотрено моделью, потому что ну, предложат, скажем, человек программу, программа попадет в массы и овладеет массами. — Ну вот, большая проблема... — И тогда хрен будешь контролировать. — А проблема большая заключается в том, что даже если с контролируемой, неконтролируемой системой, пока происходит конкуренция лицами, когда происходит конкуренция лицами, происходит очень серьезное снижение политики. Она превращается в популизм. — Ну, это же задумка. — На самом деле, как раз трагедия заключается в том, что сейчас-то Собянин как раз выступает с позиции содержательного системы. Если надо у него выиграть, то надо выиграть у него по содержанию. Потому что если выиграют у него опять на пиар-схеме, то это будет еще хуже. — Понятно. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. У нас в гостях был Дмитрий Абзалов, политолог, программолог Степан Димура. Удачи вам! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok